Рынок андроид планшетов, наверное, самый пестрый и самый разнообразный сегмент на сегодняшний день. А если говорить про китайские планшеты, то такое ощущение, что детям там задают домашку смастерить планшет и шоп сам, без родителей. Свои силы в производстве таблетов пробовали практически все компании. У кого-то получалось, у кого-то не очень, и только LG все это время выжидали, не размениваясь по мелочам, видимо, только для того, чтобы выпустить легенд. Дарный продукт. Что ж, сейчас выясним, удалось ли им провернуть такой же трюк, как с LG G2. Встречайте, LG G-Pad 8,3. Дорогие, мы увеличили LG G2. Именно так, скорее всего, начинали презентацию корейские дизайнеры. Если взглянуть на Pad 8,3 с лицевой стороны, то сравнение с флагманским смартфоном напрашивается само собой. Тонкие по меркам планшетов рамки, полное отсутствие каких-либо кнопок и управляющих элементов под экраном. Ну, собственно, на этом сходство и заканчивается. Практически вся тыльная часть представляет собой алюминиевую пластину, в белом варианте она неокрашенная. Несмотря на то, что это не пресловутый глянцевый пластик, как сами знаете где, в нашей черной версии отпечатки пальцев очень заметны, да и чтобы оттереть их, нужно приложить некое усидие. Думаете мне, что в белом пазе с этим делом все намного лучше. Может показаться, что корпус разборной, но это всего лишь иллюзия. Добраться до батареи не получится. Все элементы управления сгруппировались на правой грани, причем кнопка включения забралась на самую верхотню и тянуться за ней не очень удобно. Но, скорее всего, и не придется. Хе-хей, как и в G2, новинка поддерживает функцию пробуждения по дабл-тапу. Работает она не всегда идеально, но не устаю повторить, что это архи-удобно и должно быть везде. Но пока есть только в LG, да в некоторых Nokia. Micro USB снизу, а сверху под резиновой заглушкой таится внизу для microSD-карт. Стереодинамики расположены на задней грани, на почтительном друг от друга расстоянии. Им вполне удается создать некий стереоэффект, да и по громкости все неплохо, вот будет добавить хотя бы немного басов. Выглядит планшет отлично и собрано все очень хорошо. Если не пытаться скрутить его в бублик, то никаких похрустываний и поскрипываний вы от него не услышите. Несмотря на дисплей диагональю 8,3 дюйма, благодаря тонким рамкам ширина G-Pad такая же, как у 8-дюймовых устройств другого корейского производителя. И прилично меньше, чем у iPad mini с диагональю 7,85. В общем, держать одной рукой можно без проблем. Способствует этому и толщина в 8,3 мм и вес в 338 граммов. По словам LG, ширина планшета подбиралась под карман мужского пиджака. В задний карман джинсов его тоже можно засунуть. Главное, не забыть достать его перед тем, как решите где-нибудь присесть. А то получите LG Flex только с тряснувшим экраном. Всю переднюю панель занимает IPS-дисплей с диагональю 8,3 дюйма, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение не стандартное Full HD, а несколько больше, 1920 на 1200. За счет этих 120 пикселей и прибавилось 0,3 дюйма к 8. И дисплей стал несколько шире, благодаря чему планшет удобно держать не только в горизонтальной, но и в вертикальной ориентации. Контраст на CGP это одна из лучших, которая встречалась и в планшетах вообще, даже чуточку выше, чем у Nexus 7. Цвета насыщенные, а так как PPI тут 274, то и пиксели практически неразличимы. Углы обзора, которые так важны для планшета и которые все-таки были некоторой проблемой в LG G2, очень широки. Контраст под углом хоть немного и падает, но добиться инверсии цветов практически невозможно. Яркость не рекордная, но видимо благодаря эффективному антибликовому фильтру на солнце изображение видно неплохо. Например, лучше, чем в айпаде мини, несмотря на его более высокую номинальную яркость. Датчик яркости есть, но в сложных ситуациях требует ручной корректировки, благо она доступна в шторке уведомлений. Аппаратная платформа тут хоть и не самая мощная, но проверенная временем и хорошо себя зарекомендовавшая. Snapdragon 600, работающий на частоте 1,7 ГГц с графическим ядром Adreno 320, с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. После запуска свободно чуть больше 1 ГБ, но со временем даже при всех закрытых приложениях остается около 800 МБ. Да, тут не Snapdragon 800, но в подобном размере такой процессор, по-моему, еще никто не устанавливает. Да и на текущий момент его мощность все равно избыточна и нигде по факту не используется. Самые тяжелые игры, такие как Real Racing 3 и Asphalt 8, идут на G-Pad с максимальным качеством графики, без каких-либо проблем и не хуже, чем на G2 с 800. А вот назвать повседневную работу с планшетом полностью лишенной лагов я не могу. Немного притормаживает анимация разблокировки на рабочем столе. Периодически появляются рывки в интерфейсе, планшет задумывается на секунду-другую при изменении ориентации рабочего стола, но вины процессора в этом нет. Подобные лаги встречаются и на G2, так что обрушим вину на оболочку от LG с названием Optimus UI. Она полностью покрывает собой Android 4.2.2, и его давно бы уже пора сменить хотя бы на 4.3. Но, судя по всему, LG сразу выкатит обновление на 4.4 где-то в январе, и, возможно, после него и G-Pad, и G2 заработают суперплавно, как и положено им по статусу. А пока май ему шо май ему. И визуальная, и функциональная оболочка полностью аналогична той, что используется в смартфонах. Внешне она, как и раньше, мне не очень нравится, есть какие-то совершенно странные дизайнерские решения. А работа со шрифтами напоминает курсовую дизайнера трошника. Ну это же Android, 100500 лаунчеров на ваш вкус, в том числе и те, которые полностью копируют интерфейс такого андроида. Зато тут очень удобная настраиваемая шторка, только нужные смартфонцы и большое количество настраиваемых анимаций Q-Slide, позволяющие запускать кое-какие переложения в отдельных окнах. На планшете, благодаря размеру экрана, это действительно имеет смысл. А вот что уникально для планшета, так это приложение Q-Pair. Установив его на планшеты смартфона и соединив их по Bluetooth, вы сможете получать на G-Pad уведомления о входящих вызовах. Ответить на вызов нельзя, но если вам лень идти за телефоном в другую комнату, можете отбить вызов смс-кой, в которой все объясните. А вот работа с смс реализована в полном объеме, можно и читать, и отвечать. Так как версии G-Pad с 3G в ближайшее время не предвидится, через эту же программу можно использовать ваш смартфон в качестве модема. Появился аналог Siri Q-Voice, но в нашей тестовой версии он захотел общаться только на родном языке. Так, я кажется, так увлеклась, что пропустила время автономной работы. Цифры 8 и 3 в названии G-Pad не случайны. Да, это диагональ экрана, но не только. В режиме браузинга планшет способен проработать 8 часов, а в режиме игры 3 с половиной. 8, 3. Ты понял? Ты понял? Дальше символизм теряется. Видео 7 с половиной часов и HD-видео с YouTube 6 с половиной часов. В общем, заряжать придется раз в два дня. Без откровений, вполне стандартная автономность для андроид-планшетов подобного размера. С другой стороны, все они с меньшим разрешением экрана. Камеры у G-Pad 8,3 две штуки. Но не на 8,3 мегапикселя, а жаль. На 5 и на 1,3. Фронтальная понятна с HD-видео и для видеосвязи. Со своими обязанностями справляется, а вот основная вполне неплоха. Делает снимки на уровне iPad mini, который один из лучших в этом плане. Интерфейс камеры достался в наследство от G2. Есть и HDR, и панорама, и красивое лицо, и даже серийная съемка. Full HD-видео, как для планшета, на очень ловком уровне. LG выжидали не зря и выпустили лучший продукт в своем классе, практически лишенный детских болезней. С хорошим дизайном, удобными габаритами и со списком недостатков, которые легко можно уместить на спичечном коробке. А именно, не последняя версия Android и не самый красивый интерфейс. Но все это с лихвой компенсируется отличной внешностью, классным дисплеем, быстрой работой и достаточно доступной ценой. Она будет в районе 350 долларов. В общем, никаких противопоказаний для покупки нет. Как нет, так и для того, чтобы поставить лайк и подписаться на наш канал. Но это, кстати, наоборот даже укрепляет иммунитет. Скоро грипп.